Музычный сосред Музычный сосред В темноте время снова стоит Начинается ложь, твои мысли как ночь В темноте тянешь руки вперед Капли слез на руках, замер крик на устах В темноте В темноте Он любит ее, как сладкую ложь Он любит ее Он любит ее, но не может без нее Смей без нее В темноте, тонкий путь в никуда Но не знаю теперь, что ждала, что звала Темнота Дает тебе шанс Упускаешь ее Упускаешь ее, бросает к ногам Он любит ее, как сладкую ложь Он любит ее Он любит ее, но не может без нее Смей без нее Он любит ее, как сладкую ложь Он любит ее, как сладкую ложь Он любит ее, как сладкую ложь В темноте В темноте В темноте В темноте В темноте здравствуйте здрасьте как спорт я был в этом году уже четыре раза три раза сегодня четвертый раз посещение составе группы супер красивый хороший очень хорошо доехали без приключений весело ну как обычно может не извиняться все же говорит расшифровок на самом деле очень много мы даже коллекционируем расшифровки нашего названия но сами как бы ни на одной не остановились и нам очень интересно как получается интерактивный разговор с нашими слушателем еще как они могут расшифровать наше название да да у нас на сайте есть какой-то маленький раздел до присылает им потом публикуем это да там уже есть там например вот смотрят пароход отвезет ребят туда я помню как своими песнями озвучим родную территорию но очень красивое название на самом деле конечно же так влюбило сразу себя скажу да а вдруг не поймёт скажу нет а вдруг не поймёт скажу нет а вдруг не поймёт это может мне повезёт зачем врать ведь не знает никто что я здесь давно это просто просто я проверил то что можно было не проверять я старался там где можно было и проиграть какой стыд что мне скажут друзья это самый верный знак а потом тюрьма зима весна веселые каникулы веселые каникулы весна зима весна весна зима весна 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 О чем спор? Мне все понятно. Я вижу все насквозь, и мне неприятно. Какие лотосы, какой колорит? В огне не тонет и в воде не горит. Мне тоже много можно было бы тогда рассказать, как на реке дикитами. Я готов и не спать любой вопрос, а ответ рождает мгновенное слово, дал быть откровенным. Зима, весна, веселые каникулы, веселые каникулы. Зима, весна, весна, веселые каникулы, последние каникулы. Редактор субтитров А.Семкин История создания группы вкратце такова, что в 92-м году группа собралась и назвалась как спорт, Но тогда у нас пели две девушки. Они солировали, и барабанщик покрикивал из-за барабанов мужской вокал таким образом. В 96-м году мы записали альбом на ДДТ-рекорд вместе с девушками, после чего с девушками мы простились. И собрались уже в нынешнем составе, как мы сейчас есть. И вот мы три с половиной года вместе вчетвером у нас состав не менялся. И вот пластинку последнюю, нашу первую, можно сказать, таким образом, мы записали в начале этого года. И в мае она вышла. И называется «Сделано по правилам». Ну да, действительно, это было похоже на B-52. Девушки сейчас, я знаю, что Наташа Козловская у нас пела, она сейчас имеет некоторое отношение к группе «Плавность минут», питерская такая команда. А Аня Столярова поет в группе «Скафандр». Правда, они вроде бы переименовались, но я не знаю. Нет, так осталось. А песни-то мы писали для девчонок, они же просто пели. Они вот в своем ключе теперь, в оригинальном своем. Наташа занимается больше административной деятельностью, она не участвует, она просто как-то директор. Ну, это Олег Баранов, он играет на гитаре, Денис Ланкевич, он на барабанах, Сережа Карпов играет, тоже на гитаре. А я играю на бас-гитаре. Зовут его Сергей Хомяков. Лидером... Да какой лидер? В этом смысле можно назвать, а так у нас группа, это у нас группа спорта, очень, то есть, участие и дело, как бы, каждого, ну, участие, что ли, в этом проекте. Да не дай бог, если это будет называться Сергей Хомяков и коллектив, я сразу же уйду. Поэтому невозможно, мне не дают. Быть лидером. Субтитры сделал DimaTorzok На седьмой международной конференции в Гааге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегации и члены правительств. А я не поехал. Я купил моделя и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу. Закинешь удочку. Клюев. На восьмой международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегации и члены правительства. А я не поехал. Я купил моделя и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу. Рыба, 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 кит. Рыба, 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 кит. Рыба-рыба-рыба-кис Рыба-рыба-рыба-кис На девятой международной конференции в Женеве Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений Направленных на углубление процесса Выступали все А я не поехал Я купил мотыля и пошел на реку Я люблю рыбалку Сядешь на берегу Закинешь удочку Рыба-рыба-рыба-кис 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы начнем повторяться, но мы уже об этом говорили всем, всегда и везде. У нас все песни хорошие, и для нас нет никакого предпочтения той или иной песни. Вот как бы это... Ну да, если бы это был... Каждая песня хит на самом деле. Просто не все хитами, может быть, становятся, но отношение наше к ним именно такое, что каждый раз, когда мы там новую песню придумываем, то это самая лучшая песня вот на этот момент. Ну, конечно же, самое главное еще впереди. А так, ну, как популярно. То есть мы... На улице меня никто не узнает, не точно. Это очень хорошо. Популярность. Какое-то мистическое слово популярность. Ну, очень хорошо, что многие стали слушать и говорить, что вот, да, наконец-то мы купили компакт-диск группы спорта. Здорово, всем нравится. Может быть, это и хорошо. Я имею в виду своих знакомых, которые приходят и говорят, вот видел все в магазине. Альбом купил, здорово, мне нравится. Вот, это достаточно. К записи мы не приступили. У нас есть материал на второй альбом. Просто это же зависит еще не только от нас. У нас есть звукозаписывающая фирма, с которой мы работаем в Союз. И как у них там в планах это стоит. Ну, в следующем году он точно будет. Ну, с таким названием, да. Но, тем не менее, мы же сделали сейчас еще... Мы записали песенку для «Брата-2». За кадром. За кадром. Сейчас мы делаем... Можно уже, наверное, сказать, потому что все уже получается. Мы сейчас сделаем песню ремейк для Ивана Купалы. У них новый альбом выходит. То есть мы с ними очень хорошие друзья, как оказывается. И без дела мы не сидим. То есть вы планируете принять участие в проекте с чего-то в средствах Москва? Да мы не планируем, а уже как бы вот... После концерта в Минск мы едем в Москву, садимся плотно на студию и делаем эту песню. Записываем и все. Будет готово. Нет, это будет наш взгляд на их творчество. Причем они присутствовали на репетиции, и им очень всем понравилось. И сказали, все, парни, отлично. Вот так вот и надо. То есть мы сели четверо, мы подумали и сделали то, что мы умеем всегда делать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Так называемый Я не знаю, как это все переросло В такой какой-то ярлык Не по зависимости От нас причин Но в принципе На самом деле Поверьте, вот ты прав Есть с чем бороться Не знаю, насколько у нас это получается Никакими не борцами И все такое Не знаю, например Так получается, что Я так отношусь к нашим песням Мне кажется, что наши русские слова Не мешают эту песню слушать Потому что зачастую Что-то там поется, страдается И музыка отдельно звучит И это как-то все не вместе И на мой взгляд не интересно А вот с этим вот как раз боремся Своими песнями Да не натуральность Потому что если начинают играть Каких-то героев Непонятно Самим им самим даже Вот с этим Нет, сайт создан нами По нашей инициативе Потому что это очень удобно Это очень прогрессивно И полезно Точно В небольших дозах Но полезно В.В.В. Спорт через точки СПБ.РУ Там можно узнать все же практически Даже у меня есть фотография Которую ты мне так и не вернул Кстати Да Моя детская фотография Моя самая любимая Часто все Родственники спрашивают Где? Я говорю Вот интернет, пожалуйста Сайт Там А также есть расписание концертов Я думаю Что наш концерт Который состоится сегодня В клубе ПМЛ Тоже Там есть Да? Насколько? Вот в клубе В 23.30 Если мы не ошибаемся А мы не ошибаемся Никогда Там мы будем Плести Поэтическую вязь Ой Да только и любим Только это и любим Именно вживую Вот как-то вот Спрашивали уже у нас Те люди Которые нас выпускают Как мы относимся К неживым концертам Я И все В общем Сторонники Живой музыки И поэтому Мы будем всегда играть Вживую Я думаю Да А мы как бы Даже никаких Не записали мы Эти Фонограмм Минус Просто даже не знаешь Как это Себя вести Не нужно никому Главное что и слушателям Это не понравится Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Приборы в порядке Дети в школе Спортсмены на старте Девушки в джазе В мире мир В космосе войны Это все не важно Лишь бы ты была со мной Это все не важно Лишь бы ты была со мной Мы вышли из кинотеатров С героями из кинофильмов Я думал мы очень похожи А мы совсем не похожи Это все не важно Лишь бы ты была со мной Это все не важно Лишь бы ты была со мной Субтитры Алексею Дубровскому Лишь бы ты была со мной Это все не важно Лишь бы ты была со мной Это все не важно Лишь бы ты была со мной Это все не важно Это все не важно Это все не важно Это все не важно Подходит время прощаться, и у меня еще есть несколько вопросов, в том числе такой. Вот упоминали сегодня про последнюю информацию, про новую песню, записанную для пластинки «Брат 2» за кадром. Кстати, вот я совсем недавно обратил внимание на то, что она выходит, пластинка, 8 сентября, именно сегодня, то бишь. Расскажите еще про эту песню, которую, то есть какова вообще история написания? Дело в том, что я обратил внимание, что она называлась раньше иначе, как дискотека, а теперь называется «Аю Гэнгстер». Почему? История очень проста, как мир. Миша Козырев, генеральный директор нашего радио, был на нашем концерте, с ним подружились основательно. И вот это его предложение, в принципе. Он сказал, что мне понравилась одна там какая-то композиция, только я не могу вспомнить какая, давайте встретимся, обсудим, запишем. Но очень жалко, что, в общем, нету этого в самом главном компакт-диске, то есть и в фильме этой песни нет. Но он просто это увидел. И как бы доходчиво нам объяснил. И мы это сделаем. Вообще фильм вам понравился? Я, Олег, ты смотрел? Нет. Я посмотрел. Честно, мне фильм не понравился. Мое такое мнение. Там есть несколько отличных моментов. Мне очень понравилась игра актера Владимира Сухорукова, который брат играл, главного героя. Все остальное как-то неубедительно. И потом садистский фильм непонятно. Даже юмор очень такой черный получился. Да, и при том никакой политкорректности, о чем заявлял неоднократно режиссер. Ну, пожалуй, у меня последний вопрос. Какие-то ваши творческие планы, и что вы можете пожелать вашим же слушателям, да и нашим тоже? Творческие планы. Побольше сейчас у нас будет очень много концертов. И я думаю, что мы будем их играть все качественнее и качественнее. Запишем альбом и все такое. Снимем еще зажигательное видео. А про пожелания слушателям скажет Сергей. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам всего самого хорошего. Продолжайте в том же духе, и все будет как надо. Точно. Может быть, все будет действительно просто здорово. А мы послушаем инструментальный вариант группы «Спорт». Это будет песня, композиция, которая называется «Осень». Очень актуально. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Мы указываем подзеку компании «Мир Видео», на якой вы можете знайсти лепшие фильмы и музыку. Телефон компании 283-29-64, адрес войскова заволок 13, другий подъезд. У студии были ведущие Павел Канаш, лукорежиссер Андрей Кашурка, а так сама группа «Спорт». Нагады мы развитымся с вами и слушаем, как и на початку программы, еще одну украинскую группу «Гета Ла Манш». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok